здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делает нас лучше а у нас по традиции сегодня уже не первый раз врач превентивной медицины врач-хирург нутрициолог алексей галаков доброе утро алексей доброе утро всем сегодня хочется поговорить на такую тему мы так или иначе затрагиваем ее в разных программах коса которые касаются здоровья это синдром дырявого кишечника об этом говорят нутрициологи об этом пишут в инстаграм снимают ролики на youtube но хочется как-то разобраться просто понятно и честно что же это такое неужели такое вообще возможно как это дырявый кишечник что это вы знаете это условная синдром там называется в кавычках дырявый кишечник но принципе он отражает суть проблемы единственное что люди рисуют себе такую картину сразу кишечник в дырах дыры видели все я примерно это себе в голове да 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 такие рваные такие дыры да вот какую-нибудь там ткань какая-нибудь там старое платье там еще что-то да вот плащ палатка там в дырах ну товарищи все не так конечно да отчасти и отчасти это так сейчас поясню дело в том что кишечник у нас это мембрана что такое мембрана мембрана это то что что-то пропускает через себя что-то пропускает что-то не пропускает то есть кишечник как раз та мембрана которая обладает избирательным действием что-то пускает в себя а что-то нет ну вообще мы питаемся для того чтобы у нас попало все не в кишечнике осталось чтобы в организм пошло в мышцы в кости до витамины допустим в печень уходят там в запасы идут до складируется вот так вот белки идут настроение мышц коллаген идет нас на значит на отстройку нашего ну соединительной ткани вот минералы идут на то чтобы у нас крепость нашего организма было до на различные биохимические реакции то есть на ферменты все ферменты все зимы у нас установу устроены на минералах дальше вода удерживается в организме с помощью минералов витаминов и мы с вами должны это постоянно вот и организм все это регулирует с помощью кишечника сколько нужно он берет сколько не нужно он вывод поэтому кишечник это такая полупроницаемая мембрана с избирательным еще раз действием в норме так было всегда во все века 160 лет европу завезли сахар и пошло развитие вот такого вот направления как кондитерская промышленности соответственно везде стали добавлять этот сахар просто так сахар есть человек не будет ну потому что это концентрат это очень сладко то человек очень быстро к сахару привыкает подсаживается на него и хочется еще больше и вот сахаром я почему начал сахара да потому что сахар это углевод быстрейший быстрый очень углевод а углеводы у нас тоже должны поступать в наш организм они идут у нас на тоже на стройку тела и углеводы запасаются то есть конечный продукт при обмена углеводов метаболизма это глюкоза и вот глюкоза у нас запасается как бы концентрируется в виде запаковывается в виде гликогена в печени и в мышцах и мы с вами можем пойти допустим на тренировку на пробежку и бежать долгое время у нас и не чувствовать голода потому что у нас будет как раз из гликогена распаковываться глюкозой питать там наш мозг там ну и все так далее вот как ну что все говорят ой глюкоза нужна мозгу нужно но она вырабатывается из гликогена а когда приходит сахар то этот механизм люди сейчас мы врачи наблюдаем это утрать утрачивают вот наших глазах утрачивают механизм запаковывание и распаковывание из гликогена и все они нуждаются уже к этому быстрым углеводам а дальше после быстрых углеводов появилось что мучное и все совместности ну да со сладкое мучное там всякие и это то что было раньше по праздникам сейчас превратилась в ежедневный такой рацион людей все там есть такой белок много мукополис сахарид в мучном особенно в пшенице называемый глютен и он как раз то что в общем-то кликовина почему глютен да по-английски глюя или по-латински это клей клей он как раз глютену склеивает кликовина и вот если человек очень много им питается часто да в рационе у него присутствует глютен то тогда он начинает там не успевает перевариваться и ворсиночки кишечника начинает склеивать склеивать и тогда получается вот как будто писать себе резин резиночку такую дай резиночку обруч резиновый допустим взялись несколько человек да и взяли его просто в разные стороны и растянули вот так вот и получилась дырочка большая потому что между клетками кишечника энтероциты они называются энтероциты клетки расстояние начинает увеличиваться и порой в кишечнике тоже увеличиваются поры расширяются и вот тогда теперь смотрите мембрана мембрана которая фильтровала все определенного размера и тут вдруг раз эта мембрана начинает пропускать большего диаметра что ну те вещества которые в кишечнике давайте мы возьмем белки знаете что белок у нас у каждого свой чужеродный белок это аллергия так а белок у нас должен в желудке соляной кислотой он денатурируется для чего для того чтобы потом разобрать его можно было на кирпичики на на вначале на нуклеотиды а потом на аминокислоты это являются аминокислоты это строительный материал конечные кирпичики то есть вот стена до состоит из кирпичиков разобрали кирпичики все прошли из кирпичиков организм новую стену уже своего собственного родную стену себе строит а тут проваливается вся кусок стены представляете и это является чужеродным то есть большой кусок белка он является чужеродным и тогда в кишечнике там есть специальные первые бляшки ты лимфоидные фолликулы там очень много и очень много лимфатических клеток лимфоидных клеток лейкоцитов макрофагов нейтрофилов ну и так далее все клетки белого роска крови вот называемые общим названием лейкоциты они стоят там и они стоят на страже ну что кто-то придет чужеродный вот в норме их там количество быть должно быть небольшое но при патологии организм специально туда стягивает армии понимаете не просто дивизии а армии стягивает лейкоцитов ослабляя другие места там где должен быть иммунитет где у нас иммунитет должен быть ну ротовая полость например да сюда вот он туда стягивает их в кишечник чтобы они стояли на страже они постоянно контактируют с проваливающимися в эти дыры теми веществами которые еще не готовы к всасыванию организма и он воспринимает их как чужие реакция свой чужой включается этой реакции иммунной системы облепляет их ну при свете отправилась допустим большой кусочек он тут же облепляется как знаете вот допустим кусочек меда да там или сот и пчелы вокруг него такие прямо комок такой вот точно 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 также вот одна пчела предложим взяла капельку меда да а когда большой кусок там сот лежит до такой его прямо прямо ну 20-30 пчел облепляет и вот этой называется по-научному циркулирующие иммунные комплексы потому что они не просто иммунные комплексы да это но вот объявление такое да а еще и они еще и циркулируют стоком крови они попадают в разные чем это опасно и аутоиммунными заболеваниями и сейчас полно таким Таким образом, начинают разрушаться, этими комплексами они повреждают, начинают разрушаться суставы, щитовидная железа, поджелудочная железа. Вот часто мы видим, что аутоиммунный тиреидит сплошь и рядом. При условии, что нехватка еще йода в почве, в воде, в данной местности, она с эндомичной область, Кировской области. Хорошо, как заподозрить вот этот синдром кишечного? Да, синдром дырявого кишечника, заподозрить. Вначале бывает синдром раздраженного кишечника, чаще всего. То есть вначале это как бы стадии. Что мы видим? Мы видим, во-первых, абдоминальные симптомы, гастроинтестинальные, так называемые. Это по медицински термин, но короче, симптомы со стороны живота. Это вздутие живота, неустойчивый стул, повышенное газообразование, периодические боли после еды, особенно запоры, склонные к запорам. Потом кожное проявление. На коже могут быть какие-то расчесы, высыпания. В смысле, вначале высыпания, потом зуд, потом расчесы. Вот так вот. Налет на языке. Очень, очень такой серьезный симптом. Налет на языке. Он бывает различной такой и формы, и географический язык. Все уже, наверное, слышали. И белесоватый, и коричневатый. Запах изо рта. Именно не от этого, в основном, налета такого бывает. То есть не зубной такой запах, а именно от налета. То есть не кариозный. Боли в суставах и в мышцах, потому что они также начинают еще и, ну, миалгии так называемые, да, они также на суставы очень оседают. Нарушается обмен веществ. Человек набирает вес. Вот. Можно ли как-то это предотвратить, вылечить, исправить? Можно. И еще очень главный симптом, вот, знаете, это слизь в носу. Заложенность носа, слизистое выделение из носа. Это очень такой, очень серьезный симптом, потому что все, что я рассказал, все симптомы, у нас был ведь эфир с вами по лимфе, да? Да. Вот это лимфа. То, что у нас с вами внутренняя среда, мы ее не видим, лимфа. Но она делает свою очистительную работу. И она просто переполнена вот этим всем. И она пытается куда-то это вынести, вынести, потому что кишечник чаще всего как орган выделения, орган чистки, он не работает. Нарушается перистальтика, моторика. То есть он не справляется с накоплением. Он не справляется с своей задачей. Плюс человек еще мало пьет воды, мало двигается, мало кушает клетчатки, мало овощей. И вот тут сгук замкнулся. И все. И началось. Что вы имеете в виду под заложенностью носа? То есть насморк периодически там бывает у людей. Может быть не должно. Его вообще не должно быть? Нет. Вообще в носу есть пазухи. Гайморовые. В основном гайморовые. Там много пазух, порядка 8 пазух. Это медальные пазухи и так далее. Но в основном они служат для чего? Для согревания воздуха, который мы вдыхаем через нос. Вот для этого. Но дело в том, что они высланы изнутри слизистой оболочкой, где много очень сосудов, чтобы как раз вот воздух-то согревался. И вот раз лимфа, она пытается найти какой-то канал выведения, и она подтаскивает вот эту всю грязную вот эту вот слизистую такую субстанцию, в которой как раз вот это все растворено, подтаскивает к органам выделения через нос. Потому что человеку, ну как вроде, смахнулся и все, и вышло. Вот так наш внутренний администратор рассуждает. Ну давай хоть так выведем, раз мы кишечник. Он подтаскивает сюда, но дело в том, что у человека часто бывает искривление своей перегрудки, раз. Во-вторых, многие ходят, ну как, допустим, осенью, там зимой без шапки, ну бывает там ветер, там без шапки, короче, всегда присутствует хроническое какое-то воспаление. И поэтому слизистая утолщается. И самое главное, смотрите, из гаймеровой пазухи там есть выводной проток такой, отверстие. И вот это отверстие начинает зарастать с годами, потому что хроническое воспаление там присутствует. Ну бактерии, естественно, там грибки там всякие тоже будут присутствовать. Вот. И тогда организм-то этого не знает. Он-то не знает, что дырочка закрылась, выводная. Он туда все натаскивает, натаскивает, и образуется, что вот такая застойная слизь. У кого-то она все-таки бывает раз и периодически выходит. А у кого-то раз и полностью замкнулась, и тогда нужно делать уже гайморит, гнойный, туда делать прокол. Давайте все-таки тогда какие-то конкретные рекомендации перечислим, как, не знаю, тут, скорее всего, я так полагаю, что диета определенная, да, важна, образ жизни. Да. Что? Во-первых, значит, смотрим на лицо. Чтобы симптомы, да, на лице еще бывает такой красноватый, лицо всегда такое немножко красноватый. Это не румянец, на щеках тоже бывает, на лбу. Это не румянец, это именно такое вот легкое, и бывает шелушение кожи. Вот это очень главный симптом. Заметили? Да, могут быть еще такие акне, розоцеи, прыщики такие могут быть. А повышенная, да, угревая сыпь. Это вот как раз ранние симптомы. Меняем сразу питание. Сразу же. Убираем все мучное. Все мучное. Не просто пшеничную муку, а вообще все. Потому что, ну, во-первых, ее везде добавляют. Вот. Во-вторых, даже... Так, убрали. Что еще? Может быть, что-то еще нужно убрать? Что вывести нужно обязательно? Молочку убираем. Все молочное. Сырит, рог, сметану. Ну, это на два месяца молочку убираем. Потому что без нее, кажется, люди не могут полностью жить. На два месяца убираем. Мучное убираем на полгода. Так, убираем масла. Вот эти вот оливковые, подсолнечные масла. Вот это вот, ну, такой вот из эконом-сегмента. Убираем однозначно. Оливковое масло очень высокого качества. Можно оставить. А вообще, желательно и оливковое тоже масло исключить. Месяца на три примерно. Запишите. Убираем все консерванты. Убираем томаты. Посленовые. Томаты, перец, баклажаны. Вопрос по картофелю. На мой взгляд, вообще классический картофель тоже. Но на мой взгляд, кто не часто кушает картофель, то, в принципе, я его оставляю. Вот своим пациентам оставляю еще и картофель. Ну, вот, кто не часто. Кто часто и постоянно, как бы основное, да, питание. Убираем картофель. Естественно, макароны тоже все. Макароны, трошки там, это понятно, что убирается. Вот, убираем однозначно консерванты. Ну, сказал, да, уже консерванты. Кофе. Крепкий чай. Сахар убирается. Магазинская курица убирается. Ну, все знают, что это как бы выращивается на каких условиях? То есть, быстрых-быстрых. То есть, таким образом, организм за это время, он очищается? Да, он сам, ну, есть шанс, что он очистится. Если там не образовалось большое количество белков, бактериальных пленок в кишечнике. Что сейчас мы наблюдаем повсеместно. И вот если вот такая тактика была, допустим, лет 30-40 назад еще приносила вот само по себе, это вот первый пункт, да, только что что-то убрать, оно уже сейчас не работает. Поэтому такая есть программа 4R. Вот, международная программа, разработанная по кишечнику. Это английские, ну, аббревиатура английских слов. Вот. R, remove, replace, rinoculate и repair. То есть, удаляем, замещаем, заселяем, заживляем. Удаляем что-то, ну, сказали, что удаляем, что-то из продуктов питания. Замещаем обязательно то, что в желудке у нас кислота в норме должна быть. Но очень много гипооцидных гастритов. Гипооцидные гастриты – это снижение, когда идет снижение кислотности. Вот. Ну, и заживляем кишечник обязательно. Есть специальные уже препараты, которыми мы заживляем кишечник. Это уже назначает доктор. Это мы назначаем, это уже доктора назначают, да. Но вот уже в основном диета. Диета, следить за собой, вода, клетчатка в большом количестве, овощное, в основном, да, меню. Порции уменьшаем, однозначно в два, в три раза уменьшаем порции. Воду пьем отдельно от еды, еду не запиваем водой, чтобы не разбавлять ферментами. Отдых, режим дня, восстанавливаем циркадные ритмы. И обязательно физические упражнения, чтобы убирать лишний вес однозначно. Вот, в принципе, за полгода мы, ну, 7-8 месяцев мы восстанавливаем кишечник. Он, ну, все у нас может заживать, только нужно создать условия. А я напоминаю, что у нас в студии был врач-хирург Алексей Агалаков. Спасибо вам большое за разговор. Я думаю, что тема очень емкая. Тема важная, емкая, да. Мы постарались ее уложить в нашу небольшую программу. Елена практически сейчас у нас везде, к сожалению. Всего доброго. До свидания.